Приветствую вас! Я полагаю, что пикап, он направлен на то, чтобы привлечь к себе партнер. Пикап направлен на то, чтобы сблизиться с партнером, чтобы его соблазнить и так далее. В вашем случае начальник просто смотрит на вас, и не очень понятен контекст его наблюдения, понимаете? То есть, да, может быть это и пикап, может быть, но это так же легко может быть и чем-то другим. Например, начальник может просто наблить на вас из-за того, что ему, допустим, ну может быть не нравится то, что вы делаете и так далее. Потому что вы ничего не говорите о событиях, которые предшествовали взгляду. И это важно, потому что у любого действия, у любого человеческого поступка могут быть и должны быть, ну как бы, контексты, наличие контекста. Если наличие, если наличие контекста нет, то делать какие-то выводы относительно того, что значит взгляд начальника, ну на мой взгляд, довольно-таки недальнозоркий, недальновидный и так далее. Потому что интерпретировать это можно абсолютно по-разному интерпретировать это можно абсолютно по-всякому. Другое дело, другое дело, что вы сами по какой-то причине, да, вот именно вы сами заинтересованы в том, чтобы мужчина с вами как-то расценили его поведение как пикап. и так далее. То есть, может быть вы сами заинтересованы в том, чтобы мужчина с вами как-то сблизился и так далее. То есть, может быть вы сами этого хотите, хотите, чтобы он обратил на вас внимание. Ну, если это действительно так, то в таком случае Ламрик, ну, можно попробовать с ним поднакомиться самостоятельно, поближе. для того, чтобы иметь возможность убедиться в том, какие у него к вам чувства, если они есть, какие у него к вам вообще намерения. Потому что то, что вы делаете сейчас, то, что вы гадаете, это, ну, кроме как фантазиями, да, назвать нельзя. Потому что вы не знаете наверняка, как обстоят дела. Вы можете только догадываться. А что если там в действительности все, например, ну, более невинно? Что если там в действительности нет ничего такого, ну, то есть, что если в действительности мужчина ничего не предполагает, никакого пикапа, там, абсолютно, ну, как бы такое невинное общение, да, ну, допустим, он вам предлагает. Понимаете? Поэтому вы рискуете исполковать его поведение неправильно. Но вместе с этим, вместе с тем, что вы можете исполковать его поведение неправильно, я полагаю, что все же вы хотите чего-то. То есть, вы почему-то интерпретировали его взгляд как пикап. И, кроме того, говорите, что вы игры его, эти игры, видите уже давно, замечаете давно, да, и так далее. Опять же, это довольно важный момент. То есть, что за игры вы видите? Если все дело ограничивается взглядом, то есть, человек только смотрит на вас и все. Ну, значит, пусть смотрит в таком случае. Вам от этого, по идее, не холодно, не горячо. Вот. Если вам, допустим, его взгляд неприятен, и вам кажется, что взгляда, ну, взгляда быть не должно, да, то в таком случае самым лучшим выходом из данной ситуации будет сказать ему об этом. То есть, просто дать человеку понять, что вы не хотите чувствовать себя своего рода наблюдаемым, да, наблюдаемым им. И я полагаю, что это ваше полное право. То есть, вы сами постарайтесь определиться, чего хотите. Именно вы сами чего хотите. И исходя из этого уже можно будет исходить. Потому что пока не очень, не очень понятно, что вам нужно. Пока не очень понятно, чего вы желаете сами. Понимаете? То есть, если у вас, например, идет интерпретация, да, ну вот, вам хочется, чтобы мужчина, например, вас, допустим, пытался соблазнить, например. Это здорово. Но в таком случае это означает, что вы нуждаетесь в мужчине. Понимаете? А может быть, вы боитесь того, что человек с вами сблизится. А близости, например, вы боитесь. Ну, то есть, боитесь позволить себе эту самую близость. Вот. А близости вы боитесь. Но при этом вам нужно, чтобы человек себя проявил. Ну, хотя бы вот так. Хотя бы. То есть, тут вы, как бы, его, может быть, даже провоцируете. Сами того не желаю. То есть, я не хочу сказать, что вы специально, целенаправленно его, значит, соблазняете. Нет, я такого не хочу сказать, но то, что подсознательно, подсознательно вы можете вести себя так, чтобы мужчина подумал, что между вами может что-то быть. Вы вполне можете. А другое дело, куда вас это заведет. И другое дело, как бы, чего хочется вам. Понимаете? Потому что, ведь это все-таки работа. То, что вы делаете, это ваша работа. И вы вполне легко можете эту работу лечиться, если ситуация будет складываться для вас, ну, каким-то неблагоприятным абсолютно образом. Поэтому, я рекомендую вам, прежде чем вы будете предпринимать какие-то шаги, как следует, хорошо подумать на тему того, а стоит ли оно, собственно говоря, с того. То есть, ну, получите ли вы в итоге того, например, то, чего хотите. Получите ли вы, например, в итоге то, что вам нужно. И готовы ли вы рискнуть, допустим, своей работой, да, и так далее. Потому что, ну, обычно очень часто подобные вещи, то есть, когда случается так называемый служебный роман, вот, очень часто бывает так, что, люди, ну, теряют или могут потерять свою работу. И в этом, на самом деле, нет ничего хорошего именно для вас. Также, немного странным мне показалось то, что вы сказали 7 секунд. То есть, вы как-будто засекаете время и отсчитываете это время. То есть, почему именно 7 секунд? Насколько хорошо вы знаете своего начальника, насколько хорошо вы, ну, насколько хорошо вы в курсе его намерений, чтобы говорить о том, что он пытается вас, там, соблазнить. То есть, видите, для этого нужно, для этого нужна какая-то, ну, доказательная база. Вот. То есть, здесь тоже всё достаточно неопределённо. Как неопределённо и то, если мужчина, например, у вас, как неопределённо и то, хотите ли вы, чтобы между вами что-то получилось или нет. То есть, все вот эти вот вещи, они важны. Если вы хотите, ну, чего-то достичь, понимаете? То есть, необходимо отграничить то, что делает мужчина, да? То, что он делает, то, как он поступает, то, как он себя ведёт, потому что это может, в общем и целом, длиться годами. Это может длиться годами. Ваше. Мужчине удобно, мужчине комфортно, мужчина получает всё то, что ему нужно, да? То есть, если он не знакомится с вами, значит, ему это не нужно. Либо он считает, что для него это будет слишком опасно, ну и так далее. Вот. То есть, всё это происходит исключительно по его желанию, да? По его инициативе. Вот. Абсолютно по его инициативе. Но вам нужно думать не об этом. Вам нужно думать скорее именно о себе. То есть, я-то чего хочу. Мне-то что нужно? Я-то вообще здесь где? Я. То есть, с одной стороны, мужчина проявляет к вам внимание. И это, в общем-то, неплохо, да? Вот. Что мужчина проявляет к вам внимание. Но, с другой стороны, если вам это внимание не нужно, то имеет смысл на него и, как бы, не останавливаться на нём в своём поведении и в своих поступках. Вот. Так что, здесь, я полагаю, решать можно и нужно исключительно вам. Вот. Значит, на этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.